Сура Аль-Мутафифин, 12 аят. Его считают ложью только преступники и грешники. В этом аяте Аллах указывает на преступника, совершающего убийства и жестокости. Преступник это человек, занимающийся убийствами, взрывающий дома, распространяющий смоту. Как сообщает Аллах в этом аяте, тот, кто отвергает Аллаха, совершил грех. Согласно религиозному уставу, отрицание Всевышнего является грехом. Верующий избегает совершения греха. В этом нет ничего удивительного. Они словно напуганные ослы, бегущие от льва. Сура Аль-Мутда-Сир, 50 и 51 аяты. В этом аяте Коран повествует о тех типах людей, которые против свободы мысли. Мы посылаем книгу «Атлас происхождения жизни», а этот человек хочет ее жечь, разорвать на клочья наши книги. Он убегает от религии и не желает слушать нас. Он собирает наши книги и сжигает их, как это делал Гитлер. Ну, как это называется? К примеру, он видит что-либо прекрасное или слышит прекрасную беседу. Тут же с ненавистью убегает. А мусульманин слушает беседы на любые темы. Например, я слушаю беседы на тему коммунизма, фашизма, буддизма. Если человек избегает различных бесед, Аллах характеризует его как напуганный осел, дикое животное. Дикий осел не испытывает любви к людям. Увидев их издалека, он быстро удаляется от них. Он видит в людях лишь опасность. Он не будет изучать данного человека, хороший он или плохой. Он убежден, что люди причинят ему лишь вред. Поэтому каждый раз он, увидев людей, убегает от них. В Коране заостряется внимание именно на таких типах людей, которые сторонятся других, избегают с ними бесед. В этом аяте Аллах обращается именно к религиозным фанатикам, к радикалам, к тем, кто убегает от правды. Но это предписание не касается тех, кто поступает наоборот. Прислушивается к истине и открыт ко всем идеям. Например, еретик видит девушку с непокрытой головой и избегает ее. Слышит музыку, тоже убегает. Ты говоришь ему о достаточности Корана, не желает тебя слушать. Или избегает мусульман, не находящихся в его общине. Поступает словно дикий осел. Поступающий таким же образом коммунист, находится в том же положении. Также и атеист. Мы не избегаем бесед с коммунистами и атеистами, потому что это неприемлемо для нас. Ко мне в гости опять пришли ребята-рокеры. Среди них есть и атеисты, и коммунисты, и ребята с другими взглядами на жизнь. И ко всем я отношусь с уважением, пониманием и любовью. Моя миссия и заключается в том, чтобы знакомиться и вступать в беседу с различными людьми. А как же иначе религия распространится, не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok